МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рейды по соблюдению масочного режима на общественном транспорте продолжаются. В среднем где-то за дней 10, если хорошо к нам доноры начнут ходить, мы все догоним. Да, у нас будет все хорошо. На станции переливания крови ждут доноров. Я очень рада, что такая площадка есть на территории нашей школы. Новая детская площадка появилась на территории 20-й гимназии. А теперь подробнее об этих и других новостях. Еженедельное оперативное совещание прошло в администрации городского округа Люберцы. Руководители структурных подразделений, силовых ведомств и представители здравоохранения отчитались главе муниципалитета в проделанной работе. Подробности далее в сюжете. 1900 обращений поступило в Люберецкую полицию на минувшей неделе. 24 из них послужили поводом для возбуждения уголовных дел. Стражи порядка раскрыли по горячим следам 18 преступлений, в том числе и особо тяжких. Было одно убийство в поселке Тадмилино. То есть там в одной из квартир пьяные подрались и один другого зарезал. И также было в Митюково огнестрельное ранение, тоже из ружья, тоже самые пьяные скандалы. Люди все задержаны, проводятся проверки совместно со следственным комитетом, с прокуратурой. За прошлую неделю на территории городского округа было одно аварийное отключение электроэнергии. Без света остались многоквартирные дома на улице Заречная. Устранить неполадки удалось за два часа. По остальным направлениям система ЖКХ работала в штатном режиме. Продолжается выполнение краткосрочного плана капитального ремонта многоквартирных домов. В городском округе на год запланирован ремонт 61 многоквартирного дома. Таким категориям, как ремонт фасада, ремонт балконов, ремонт кровель, замена внутридомовых инженерных систем, замена отмостки. Участники совещания ознакомились также с ситуацией по коронавирусу. За последние сутки в округе выявлено 75 заболевших. В стационарных отделениях находится 258 пациентов. На домашнем лечении более 5000 человек. Что касается темпов вакцинации, то первый этап иммунизации прошли 198 тысяч жителей Люберец, что составляет 78% всего населения городского округа. Луиза Игия Заря, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В жилом комплексе Коренёвский форт обустроили тротуар. Пешеходная дорожка на лесном тупике не была включена в план этого года. Но по многочисленным просьбам жителей здесь уложили асфальтное покрытие. Протяженность тротуара составила 500 метров, а площадь 750 квадратных метров. Мы городской округ, и мы, по сути, такой большой город. Ну, у нас есть и отдаленные деревни, это и Матюково, Марусино, Токарёво, Торбеево. Я их могу перечислять, но у нас их, по сути, 18, где-то больше, где-то меньше. И, понятно, наша задача должна быть комфортно, дороги, тротуары повсеместно. Всего в этом году в Люберцах привели в порядок 32 тротуара общей протяженностью 5 километров. Ремонтные работы провели за счет местного бюджета. Также, благодаря софинансированию Московской области, в городском округе отреставрировали 45 автомобильных дорог. Люберецкий городской жилищный трест показал свою готовность работать в зимних условиях. Самая крупная управляющая компания округа провела традиционный смотр техники. Как коммунальщики будут бороться с сюрпризами погоды, узнала Луиза Егезарян. В день, когда управляющая компания ЛГЖТ продемонстрировала технику, предназначенную для работы зимой, в Люберцах выпал первый снег. Зима уже на пороге, но коммунальщики полностью готовы встречать ее. Запасов специализированных машин, противогололедных средств, инвентаря и людей хватит, чтобы справиться даже с самыми обильными осадками. У нас порядка 450 человек занимаются обслуживанием жилого фонда. При этом мы имеем возможность увеличить численность этого персонала до 480-500 человек. Как показывает практика, данного количества персонала вполне достаточно для этого. В полной боевой готовности аварийно-восстановительные бригады. Их в компании ЛГЖТ-4. Это слесари-сантехники, электрогазосварщики и электрики, которые будут ликвидировать внештатные ситуации. Управляющая компания ЛГЖТ самая крупная не только в Люберецком городском округе, но и во всей Московской области. Это самая крупная управляющая компания. Здесь есть опыт, здесь собраны люди, которые профессионально подходят к своему делу. Я надеюсь, что учитывая то, что сегодня в ЛГЖТ все необходимое имеется, мы зиму должны пройти. Под ведомством ЛГЖТ 884 многоквартирных дома. В зоне обслуживания управляющей компанией 4 миллиона квадратных метров придомовой территории. На ежегодном смотре представили лишь малую часть техники, которая будет содержать ее в чистоте и порядке. Льготный проезд на коммерческих маршрутах с момента запуска пилотного проекта прошло три месяца. Новую систему опробовали в пяти муниципалитетах Московской области, в том числе и в Люберцах. Как зарекомендовала себя транспортная реформа, обсудили в администрации городского округа. Пилотный проект по ведению льготного проезда на коммерческих маршрутах оказался востребованным. С 1 августа в городском округе Люберца этой услугой воспользовались около миллиона пассажиров. Участниками эксперимента стали 11 транспортных компаний. Соблюдение новых требований администрации муниципалитета держат под особым контролем. С начала пилотного проекта на отказ принимать социальные карты в рамках пилотного проекта поступило порядка 600 жалоб. В основном жалобы поступали в первое время на отказ принимать водителями пассажиров социальной карты, карты москвича. Они у нас не проходят. Проходят только карты социальной Московской области. Кроме Люберец в пилотный проект вошли Одинцова, Чехов, Ленинский и Нарафоминск. Участники эксперимента, а также представители Министерства транспорта Московской области и Мособлдумы обсудили актуальные проблемы за круглым столом. Самый главный вопрос – перечисление субсидий перевозчикам. В ближайшую полторы недели госпрограмма будет подписана. И к 25 числу, как нам пообещал представитель министерства, будет оплачено. И, я думаю, все вопросы уже снимутся. И, конечно, не будет таких задержек в течение трёх месяцев по оплате. В соглашении предусмотрена оплата раз в месяц. Возмещение компенсации за обслуживание пассажиров-люгодников транспортной компании получат в полном объёме. При подсчёте суммы будут учитывать тарифы конкретного перевозчика. На сегодняшний день у этого проекта нет аналогов в России. С 1 января он заработает на территории всей Московской области. После почти двухнедельных каникул Подмосковье возвращается к жизни в привычном русле. Но, несмотря на это, некоторые ограничения всё же сохраняются. Например, в общественном транспорте. Айтар Чирагова продолжит. Из-за распространения коронавируса в Московской области ввели дополнительные ограничительные меры. Большое внимание сейчас уделяют соблюдению масочного режима в такси, автобусах, на остановках и платформах железнодорожных станций. Рейды проводятся три раза в день. Вместе с сотрудниками административно-пассажирской инспекции работают и волонтёры. Они раздают маски тем, у кого их нет. Я в зоне риска. И не дай бог мне свалиться. Заболевание, которое ходит по всему миру, очень страшное. Я сама переболела этим летом. Понимаю, что я отвечаю не только за себя, но и за своих сограждан. Но есть и те пассажиры, кто даже после предупреждения принципиально отказывается от ношения масок. Инспекторы вправе на месте выписать нарушителю штраф в размере 4000 рублей. Такое же административное наказание могут получить и водители автотранспорта. Если, допустим, нарушение осуществил водитель, то транспортная компания узнаёт об этом от нас, от руководства, от министерства. И они проводят беседу с водителем, чтобы больше таких нарушений не было. Меры защиты особенно важно соблюдать пожилым. Именно эта категория жителей сегодня считается наиболее уязвимой. Поэтому, согласно постановлению губернатора Московской области Андрея Воробьёва, с 8 ноября будет приостановлено действие социальных транспортных карт для лиц старше 60 лет и имеющих хронические заболевания. Это касается тех, кто не сделал прививку от коронавируса и не переболел им в течение последних шести месяцев. Специалисты Роспотребнадзора подчеркивают, что эта мера вынужденная. Только соблюдая требования безопасности, мы сможем победить болезнь и вернуться к нормальной полноценной жизни. В Люберцах проверяют соблюдение постановления губернатора Московской области о мерах по предотвращению COVID-19. В зоне особого внимания места массового скопления людей, такие как торгово-развлекательные центры. Как эти объекты переформатировали порядок работы, расскажет наш корреспондент. В этом торговом центре непривычно мало людей. Посетители могут сходить в продуктовые магазины, аптеки, салоны связи и в торговые точки, где есть пункты выдачи интернет-заказов. Несмотря на снижение потока, требования к покупателям остаются прежними. В общественных местах посетители должны быть в масках и осуществляется контроль температуры всех входящих в торговый центр. В том, что и посетители, и сотрудники центра соблюдают эти меры, лично убедился Владимир Ружицкий. Ни к тем, ни к другим вопросов не возникло, а срок действия ограничительных мер зависит от ответственности каждого. Поэтому есть задача на сегодняшний день максимально помочь себе, я кажу сам себе, максимально помочь нашим медикам, разгрузить нашу медицину, перервать эту цепочку передачи вирусов. А чтобы перервать, мы должны минимизировать свой выход в город, на территорию, минимизировать свои встречи. Всего в период нерабочих дней в городском округе Люберца закрыли около 3000 предприятий малого и среднего бизнеса. Под ограничением попали сферы бытовых услуг, общепита и розничной торговли непродовольственными товарами. Люберецкие волонтёры идут на помощь. Из-за распространения коронавируса жители старше 60 лет просят сидеть дома. Волонтёры покупают продукты и доставляют лекарства. Наша съёмочная группа пообщалась с добровольцами и теми, кому они помогают. Павлу Сенечкину 75 лет. Он ветеран спорта. Лыжи, дзюдо, футбол. На этом список не заканчивается. Павел Александрович много лет работал заместителем председателя спорткомитета города и был председателем Люберецкого общества «Спартак». Сейчас в доме проживает один. Я живу по принципу в своих бедах, никогда не винить других людей. И никогда никакой помощи никогда не просил. Даже от детей. Сами управлялись. Сейчас тяжело. Убрать листву и спилить старые ветви деревьев. Так звучала заявка Павла Александровича. На неё отозвалась Анна Смирнова. Она тренер по художественной гимнастике. Но сегодня в руки вместо ленточек решила взять грабли. Каникулы у нас не работаем. Решили попробовать это деление, проявить активность. Ну, вы знаете, у нас действительно последние два года достаточно тяжёлые. Не только в Московской области, но и во всей стране, наверное, во всём мире. И помощь неравнодушных ребят. Тем, кто остался один, тот, кто не может выйти в режиме пандемии из своей квартиры. Это больше наши пожилые жители. Это инвалиды, те, которые не могут себя обслужить, которые не могут сходить в магазин. В Люберецком штабе волонтёров 147 человек. В день добровольцы принимают до 10 заявок. Мы свою работу начали, как и все муниципальные штабы, в марте 2020 года. И за это время мы помогли огромному количеству людей. Если я не ошибаюсь, то где-то плюс-минус за 2020 год порядка 7 тысяч заявок. Также волонтёры работают на пунктах вакцинации. Задач немало, поэтому в штабе всегда рады новым помощникам. Айтад Шчерагова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В больницах городского округа возросла потребность в жизни на важном компоненте. Чтобы не допустить острого дефицита донорской крови, медики призывают всех желающих совершить тихий подвиг. Тему продолжит Луиза Егязарян. Кровь нужна всегда. В любое время дня и ночи, в хирургических отделениях, в родильных домах и в реанимациях она должна быть под рукой у врачей. За последние две недели Люберецкая станция переливания выдала 27 литров крови и более 30 литров плазмы. Есть несколько причин, по которым потребность в жизни на важном элементе возросла в разы. Терапевтические отделения, где пациенты, которым за 50-60, у которых после перенесенной коронавирусной инфекции, осложняются основные заболевания. Очень большое количество каких-то неуточнённых пока анемий. С чем это связано, ещё придётся нам разбираться. Большое количество каких-то пациентов нуждается в трансфузии форменных элементов крови. На данный момент на станции переливания крови есть неснижаемый запас плазмы. Хуже дела обстоят с форменными элементами. Их хватит на несколько дней. Улучшение ситуации сегодня зависит от каждого. В среднем где-то за дней 10, если хорошо к нам доноры начнут ходить, мы всё догоним. Да, у нас будет всё хорошо. Ну, как минимум 20 человек в день нам должно прийти. Медики не только ждут добровольцев, но и сами выезжают к ним на предприятия. В ближайшее время к донорской акции присоединятся коллективы ЛГЖТ и НПП «Звезда». Совершить тихий подвиг во имя других может каждый, у кого нет противопоказаний. Станция переливания крови ждёт доноров с понедельника по четверг с 8 до 12.00. 10 ноября в России отметили День сотрудника органов внутренних дел. По случаю празднования в актовом зале Межмуниципального управления МВД России Люберецкое прошло торжественное собрание. На нём присутствовали действующие сотрудники полиции, а также ветераны правоохранительной службы. Спасибо за ту работу, которую мы с вами делаем. Ну и ещё раз, формируем новый коллектив. На сегодняшний день наш коллектив уже становится очень молодым. Средний возраст личного состава – 28 лет. Так что это будущее Люберецкого округа, это будущее всей России. За вами. Так что то, что есть хорошее, нам ветераны передают, мы передаем вам. Ещё раз всех с праздником, здоровья, удачи и семейного благополучия. Выбросил мусор мимо контейнера – плати штраф. Инспекторы Госадомтехнадзора напоминают об административной ответственности за незаконный выброс отходов. Чтобы найти нарушителей, сотрудники ведомства провели операцию засада. Результаты рейда в нашем следующем сюжете. Чтобы не привлекать внимание, сотрудники Госадомтехнадзора сидят в машине, наблюдают за территорией вокруг площадки для сбора мусора на Панковском проезде. Первый нарушитель не заставил себя долго ждать. Небрежно выбросив строительные отходы рядом с контейнером, мужчина попал в поле зрения инспекторов. Выкинул в неположенном месте, оказывается, мусор. Я думал, что он там нормально. Оказывается, нет. Первый раз вот так получилось просто. Шёл машинально кинул, нечаянно. Но незнание закона от ответственности не освобождает. За выброс мусора в неположенном месте придётся расплатиться штрафом. Его размер будет зависеть от дальнейшего поведения нарушителя. Штрафные санкции на физических лиц предусматриваются от 1000 до 5000. Сегодня был составлен в отношении этого лица протокол административного правонарушения. На завтра он вызван в территориальный отдел, где будет рассматриваться административное дело. И будут приниматься решения о том, какие санкции будут назначены в отношении его. Подобные засады сотрудники ведомства устраивают не реже одного раза в месяц. С начала этого года инспекторы Госадомтехнадзора выявили семь подобных нарушителей. Луиза Игия, Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В Подмосковье проходит тотальный онлайн-зачёт на знания правил дорожного движения. Инициаторы акции – Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и ГИБДД столичного региона. Жители городского округа Люберцы принимают активное участие в тестировании. Насколько хорошо они знают правила безопасного поведения на дорогах – в нашем следующем сюжете. 20 вопросов и 20 минут времени в онлайн-тесте задания на знания дорожной разметки, парковки, проезда через перекрёстки или пешеходные переходы. Подмосковье – первый регион, где проходит подобный виртуальный экзамен. Водители, получая водительское удостоверение, чаще всего потом не заглядывают в правила дорожного движения, и поэтому иногда попадают в дорожно-транспортные происшествия. Для того, чтобы вспомнить и повторить правила дорожного движения, было организовано и инициировано проведение вот такого онлайн-зачёта по правилам дорожного движения. Стать участником тотальной проверки могут все, кому исполнилось 16 лет. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте онлайн-тестирования и ответить на вопросы. Кто удачно пройдёт экзамен, получит именной электронный сертификат. Результат у меня наилучший – 20 из 20 по времени, около двух минут у меня получилось. Я уже обучаюсь третий месяц, соответственно, поэтому правила дорожного движения уже все знают. И поэтому для меня всё было максимально просто. Ничего такого сложного нет, если ты элементарно просто знаешь правила дорожного движения. Заключительный день тестирования – 11 ноября. После подведения итогов 20 участников, которые правильно ответили на максимальное количество вопросов за короткое время, получат памятные призы, а 10 из них наградят именными сертификатами лично. Луиза Игия Заря, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Купить квартиру в ипотеку и выплачивать за неё только проценты – в Подмосковье это возможно. Наша съёмочная группа побывала в гостях у семьи Даниловых. Молодые учителя приехали в Люберцы из Башкирии и сейчас работают в гимназии номер 16 «Интерес». Их история прямо сейчас. Тут наши кровати, тут мы спим. Это была вообще двухэтажная кровать, но вот так вот и получилось, что пришлось их разделить и вот так поставить. Жанна и Рейса Даниловы теперь мечтают о новом большом шкафе в своей комнате. Главное у семьи уже есть – это квартира. Большая, просторная, уютная. О ней мечтали давно. Чтобы она была трёхкомнатная, потому что мы уже планировали, что у нас будут трое детей. Хотя бы желали, скажем так. Затем близость работы для нас это было принципиально. Так и получилось. Младшую дочь Регину привезли из роддома уже сюда, в просторную трёшку на проспекте Гагарина. И это стало возможным после того, как семья Даниловых приняла участие в конкурсе на получение социальной ипотеки для учителей. По этой программе мы получили субсидию на половину стоимости квартиры. А вторая половина стоимости квартиры выплачивается нам в течение 10 лет. В течение которых мы должны отработать в Люберецком районе, конкретно в гимназии 16-й Терес. В городском округе Люберцы участниками программы стали 14 педагогов из 9 образовательных учреждений. 13 уже приобрели жильё. В целом мы от таких программ, от социальной ипотеки, мы все выигрываем. Потому что мы привлекаем очень продвинутых, очень профессиональных людей. И тоже им даем возможность, шанс утвердиться в этой жизни. Поэтому я думаю, что мы эту тему будем дальше развивать. Программа «Социальная ипотека» реализуется в Московской области с 2016 года. Финансируется из регионального бюджета. На участие в ней имеют право врачи, молодые учёные, уникальные специалисты, тренеры и учителя. Айтадж Чирагова, Ирина Иванова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. На территории второго корпуса 20-й гимназии установили детскую площадку. Зона для игр и занятий спортом на свежем воздухе появилась в рамках программы «Инициативное бюджетирование». Все подробности у моих коллег. «Играю, бегаю, прыгаю. Я очень рада, что такая площадка есть на территории нашей школы». В школу теперь не только за новыми знаниями, но и за развлечениями. Новая детская площадка объединяет в себе две функции. Здесь играют дети, которые посещают продлёнку, а также проходят занятия физкультурой в тёплое время года. «Размер площадки 180 квадратных метров. Резиновое покрытие, удобное, на котором заниматься. Она небольшая, но достаточно уютная. Всё там того, что у нас здесь раньше было просто поле, то на сегодняшний момент это очень нам помогает в нашей работе». «У нас во всех школах есть спортивные объекты, есть спортивная инфраструктура. Но время же идёт вперёд, и понятно, что в школах с таким резино-техническим покрытием у нас очень мало. Мы только на этот ступаем. Ну а 20-я школа, куда вошла 9-я школа, она достаточно с историей, с определённым возрастом, как некое учреждение. И понятно, здесь спортивная инфраструктура тоже есть. Она, я бы сказал, она требует обновления». Инициатор строительства детской площадки во дворе гимназии – депутат Московской областной думы Дмитрий Дениско. На установку игровой и спортивной зоны из бюджета Подмосковья выделили 1 миллион рублей. Луиза Игязарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершён. Ещё больше подробностей вы можете найти на нашем сайте lrt.tv и в социальных сетях. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!